Тесла Сайбертрак Тесла Сайбертрак Тесла Сайбертрак комплект от разных моделей в течение нескольких месяцев список запчастей использованных для проекта также будет либо под видео либо отдельной темой в группе одним из дорогих компонентов в комплекте были колеса их я купил с похожим протектором оригинальные от кенды стоили в два раза дороже еще один недешевый компонент это двигатель в сборе с контроллером плюс батарея также было бы здорово попробовать двигатели дуэнова в этом проекте почти весь проект будет сделан из двух размеров труб на раму пойдет 20 труба для рычагов кронштейнов возьму 15 но думаю можно обойтись только 15 трубой она недорогая динопроекта его понадобится не так много сначала я соберу раму она будет состоять из двух одинаковых половинок соединенных перемычками для этого сначала по размеру напилил трубу у квадроцикла будет очень простая конструкция можно будет обойтись только сваркой и болгаркой но еще понадобятся прямые руки на всех деталях для лучшей стыковки сделал на торцах выборку под трубы после этого разложил и сварил детали между собой вторую половину рамы собирал над первой далее две половинки соединил перемычками получилась простая рама для будущего квадроцикла на очереди сделать переднюю подвеску для нее взял поворотные кулаки и ступицу уже с тормозным диском использовал сразу две верхних шаровых опоры так как нижняя продается только с рычагом перед тем как варить передние рычаги нужно узнать их размер а для этого нужно собрать передние колеса хоть резина и новая но она очень жесткая надеюсь это сделано специально чтобы быстро не стиралась резина и диск одного комплекта на зазор очень большой получится надеть только взрывом да и взрывом дубовая резина просто так не хотела надеваться после нескольких попыток покрышка нагрелась и немного расправилась и мне удалось надеть ее на диск прикрутил ступицу к диску и примерил к раме так я узнал размеры рычагов они должны быть разные верхние всегда короче для лучшей устойчивости на поворотах производство рычагов начну с цилиндблоков возьму их от классической модели ВАЗ большой пойдет на задний маятник а маленький на переднюю подвеску только с него нужно отрезать небольшую часть резины втулки для цилиндблоков сделал из 25 трубы диаметр нужно немного увеличить вбарить небольшой сегмент из той же трубы ну или выточить на токарном станке это кому как больше нравится то и то работает проверено на багги таких втулок понадобится 8 штук конструкция рычагов будет простая это двухтрубный а-образный рычаг на конце которой будет втулка из той же трубы которая идеально подошла к диаметру шуровой опоры сделал простой кондуктор и сварил по нему сначала два нижних рычага потом немного его уменьшил и сварил два верхних усилил втулку шуровой опоры небольшой пластиной муфты немного подточил от наплыва в сварке цилиндблоки буду забивать молотком в качестве оправки взял трубу кронштейны для крепления цилиндблоков изготовил из 40 мм пластины отверстие в них сделал точно под болт весь крепеж использовал автомобильный срезал углы и сделал паз для трубы собрал получившиеся детали на рычагах и только потом приварил их к раме то же самое сделал с верхним рычагом ход рычагов получился неправильный это исправляется изменением угла втулки шуровой опоры вот теперь ход подвески правильный и можно продолжать работу сразу примерил колесо затем приварил рычаги с другой стороны рулевые тяги буду использовать от квадроцикла правда их придется удлинить на пару сантиметров поворачивать колеса будет рулевая колонка пока я не знаю в каком положении ее разместить так что вернусь к ней позже а пока займусь задней подвеской она будет маятникового типа начну с крепления маятника к раме взял лось нижнего рычага от классики и два саленблока прикручиваться лось будет в этом месте к профильной трубе желательно взять квадратную со стенкой 3 миллиметра и вварить в отверстие втулки для болтов все это дело не мешает еще усилить косынками но я пока все таки буду использовать такую трубу так как под рукой нет квадратной приварил получившуюся деталь к раме взял подшипниковый узел в сборе привлекла цена в 650 рублей перед тем как вымерить длину труб маятника нужно для подшипникового узла сделать крепление к маятнику толстого металла у меня нет выход нашел в трубе которая у меня навалом отрезал от нее сегмент и выпрямил его в пластину далее отрезал от нее куски по разметке примерил детали и просветлил в ней отверстие хотел я было уже сгладить углы но вспомнил что я делаю квадроцикл корпус которого состоит из треугольных сегментов и оставил все как есть вот теперь можно узнать точный размер деталей маятника решил сварить его из профильной трубы с одного конца приводил к ней муфту для саленблока с другого будет паз для кронштейнов посередине будет надрез для сгиба саленблок две детали соединил между собой перемычками из труб важно чтобы муфты саленблоков находились ровно друг напротив друга саленблоки в маятник забиваются в определенной последовательности сначала забил через оправку первый саленблок после этого вдевается ось и закрывается вторым саленблоком остается только надеть шайбы и закрутить гайки следом можно приварить подшипниковый узел чтобы он был параллельно оси отмерил от нее одинаковое расстояние также нужно сделать его по центру маятника после всех манипуляций прихватил пластины к маятнику и примерил получившуюся деталь на свое место ход получился без перекосов как раз попадает промеж двух труб рамы на очереди задняя ось с ней связана целая эпопея менял ее не один раз так как приходила под нужным номером совсем другая деталь пришлось взять чуть покороче на пару сантиметров надел на нее ступицу звезды и вдел в подшипники она оказалась не самого лучшего качества проточка под подшипники была со смещенной осью да еще забыл про тот факт что большинство осей имеют разный вылет с разных сторон у этой левая часть выходит дальше правой на 7 сантиметров пока не буду торопиться с выводами примерил цепь и она хорошо подошла находятся на нормальном расстоянии от маятника нужно теперь примерить колеса их тоже пришлось взрывать думаю вы сами видите насколько эта ось маленькая и даже широкие колеса не спасли положение расставил колеса как надо замерил расстояние и этот квадроцикл по размерам оказался братом-близнецом ямаха raptor 700 они даже местами выглядят похоже а это значит что ось можно будет использовать с него правда она стоит 10 раз дороже но пока я себе ее позволить не могу по понятным причинам пришел к выводу что нужно будет немного поколхозить и доработать ось которая уже есть ее даже не жалко так как это откровенный брак ось нужно будет увеличить за счет вставок их я сделаю из приводов вал как раз подходит по размеру соединять валы буду через штифты для этого в каждой детали просверлил по отверстию на торце и заточил их как карандаш очень сложно приварить детали ровно сварка постоянно их уводит с нужной оси с правой стороны не получится усилить сварочные швы за счет втулок так как хочу чтобы ось можно было снять при желании получилось даже лучше чем с завода с левой стороны с левой же стороны швы усилил разрезной втулкой из трубы в принципе получилось неплохо по крайней мере на попробовать самое то в следующей части установлю амортизаторы руль двигатель и попробую прокатиться хотя бы в мастерской всем спасибо за внимание если вам понравилось можете поделиться этим видео ставьте большой палец вверх подписывайтесь увидимся в следующей части в следующей части в следующей части в следующей части в следующей части